Перспективы развития столичных промышленных предприятий стали основной темой встречи главы Чувашия с рабочими коллективами. Михаил Игнатьев ознакомился с производством Чебоксарского лифтостроительного завода «Эльбрус» и Чебоксарского завода силовых агрегатов. В текущем году за первые полугодия Чебоксарский завод силовых агрегатов получил более чем тройную прибыль. На предприятии растет численность и уровень зарплаты. Глава Чувашия осмотрел новые площади по производству комплектующих, а также реконструируемый инженерно-лабораторный корпус. Когда молодые люди, выпускники среднепрофессионального образования, высшего профессионального образования приходят на завод, встают около станка и начинают работать на новых современных станках, которые практически все в автоматическом режиме, я рад. Я рад, я горд, благодарен родителям, учителям. У заводчан было немало вопросов в голове. Их интересуют ремонт и строительство дорог, социальная защита населения. Михаил Игнатьев отметил, что на решение вопросов социальной защиты в этом году предусмотрено свыше 7 миллиардов рублей. Часть сотрудников предприятия когда-то работали на тракторном заводе, поэтому им не безразлична судьба концерна «Тракторные заводы». Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил управляющему долгами концерна обеспечить рассмотрение вопроса на ближайшем заседании в сентябре 2016 года, отметил глава республики. В сентябре месяце должен состояться наблюдательный совет. И акции будут переданы. Это практически собственность Российской Федерации. Мы отслеживаем, насколько можно влиять влияние. Нужны, конечно, оборотные средства. Сам завод в числе перспективных заводов Российской Федерации. В ходе встречи с работниками Чебоксарского лифтостроительного завода инженеры и рабочие просили ускорить открытие детского сада в микрорайоне Садовой и строительство дорог и школ. Глава Чувашия почифнул, что в республике сформирована благоприятная среда для развития малого и среднего бизнеса. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика.